Всем привет! В этом видео продолжим знакомство с микроконтроллерами семейства Atatini. В прошлом видео мы собирали вот такой вот удобный модуль для программирования Atatini. Сейчас на примере Atatini 85 я расскажу как данный микроконтроллер может обмениваться информацией с другими устройствами, в частности с Arduino Uno. И как выводить эту информацию в монитор порта Arduino IDE. Для отладки различных процессов, получения основных или промежуточных результатов работы различных функций, а также получения информации с разных датчиков, среди разработки Arduino IDE очень удобно использовать монитор порта. Но как быть с микроконтроллерами семейства Atatini? Если мы откроем стандартный скетч Blink. Проведем инициализацию серийного порта. Добавим две функции. Первая из которых будет выводить LED ON, когда светодиод загорается, а вторая LED OFF, когда светодиод гаснет. То загрузив данный скетч в Arduino Uno и открыв монитор порта, мы увидим соответствующий результат. Но если мы переводим Arduino Uno в режим программатора, устанавливаем созданный нами модуль с Atatini 85 на Arduino Uno. Прошиваем нашу Atatini, если она еще не прошита. И попробуем загрузить тот же скетч Blink в Atatini, то еще на этапе компиляции появится ошибка. Дело в том, что Atatini в отличие от Arduino Uno не имеет аппаратного UART и нам придется реализовывать работу с ним программно через стандартную для Arduino IDE библиотеку Software Serial. Обмен данными с Arduino Uno мы будем реализовывать через порты RX и TX. Это нулевой и первый пин Arduino Uno. Добавляем к нашему скетчу Blink библиотеку Software Serial. Определяем третий пин как RX, а четвертый пин как TX. Если смотреть даташит на Atatini физически это второй и третий пины соответственно. В функции Setup определяем режим работы RX на вход, а TX на выход. И далее проводим инициализацию нашего программного серийного порта на той же скорости, что и аппаратный в Arduino Uno, то есть 9600. В теле функции Loop меняем обращение к аппаратному порту на обращение к программному порту. Загружаем скетч в Atatini. Светодиод, как и положенное, мигает раз в секунду. Кстати, обратите внимание сколько наш скетч занимает место во флэш-памяти Atatini. Это все из-за подключения к библиотеке Software Serial. То есть в данном случае использовать Atatini 13 не получится, просто не хватит памяти. Поэтому я использую Atatini 85. Еще можно использовать Atatini 45. У него 4 килобайта флэш-памяти и вполне достаточно для размещения этого скетча. Теперь отсоединяем нашу плату от Arduino Uno. Если вы собирали программатор на макетной плате, как я в своем первом видео о Atatini, то нужно не забыть освободить мозги Arduino, удалив конденсатор. Выводим Arduino Uno из режима программатором, выбрав в примеров и загрузив пустой скетч. Далее соединяем второй пин Atatini с нулевым пином Arduino. Это у нас RX. А третий пин Atatini с первым пином Arduino. Это у нас TX. Важным моментом при соединении двух устройств по данной схеме, то есть с использованием RX-TX портов, что нужно запитать оба устройства от одного источника питания. То есть у нас не получится отдельно запитать Arduino через USB порт компьютера, а Atatini через USB порт нашего самодельного программатора. Придется отключить наш светодиод и соединить соответствующие пины Atatini, а именно 4 и 8 с пинами GND и 5 вольт Arduino. Открываем монитор порта и видим появляющиеся раз в секунду записи о включении и выключении светодиода. Чтобы у нас еще и синхронно мигал светодиод, соединим его ножку с припаянным резистором на 220 Ом, со свободным пином GND Arduino, а другую ножку с пятым пином Atatini. Светодиод мигает и выводится информация о его состоянии в монитор порта. В следующих видео мы будем использовать информацию из этого ролика для вывода отладочной информации, а также сигнала от разных датчиков, которые будем подключать к Atatini. Спасибо за просмотр. Кому понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч!